Электронные материалы для подготовки к урокам. Учителям сейчас не нужно перечитывать кипу методической литературы, достаточно заглянуть в компьютер. В нашей области полным ходом идет программа модернизации системы общего образования. Подробности в сюжете Кирилла Сосолятина. Общероссийский проект «Школа цифрового века» работает в Кировской области с января 2012 года. И за это полугодие получил только положительные отзывы. Проект направлен прежде всего на развитие инноваций в сфере образования и вовлечение учителей в использование цифровой педагогической литературы. На сегодняшний день в проекте участвуют около 600 образовательных учреждений Кировской области. Суть проекта заключалась в том, что каждая школа получала ключ доступа и в самом образовательном учреждении уже каждому учителю выдавало тоже ключи доступа. Каждый учитель имел право заходить на ресурс. Полученный ключ доступа необходимо активировать на сайте проекта. В распоряжении учителя предоставляется 21 предметно-методический журнал, сопровождающий электронные приложения для практического использования, такие как презентации, раздаточные материалы, образовательное видео, а также педагогическая газета. Из этого перечня можно неограниченно выбрать нужное по своему предмету, будь то математика, русский или литература. После чего каждый номер выбранных изданий будет присылаться в личный кабинет учителя на сайте. При работе с электронным изданием газеты «Первого сентября» каждый учитель имеет возможность, во-первых, читать в электронном варианте. Если ему привычнее работать в бумажном носителе, он имеет право распечатать. Раз он имеет право распечатать, он может и также делать многотираж каких-то страниц, тех, которых ему необходимо в данный момент при организации учебного процесса. Учителя-участники проекта отмечают высокое качество предоставляемых методических материалов. И это не единственный плюс. Нам очень нравится этот проект, потому что и воспитатели дошкольных учреждений, и учителя начальных классов, с которыми я тоже работаю, получили возможность доступа к тем изданиям, которые раньше выходили только в печатном виде. Выписать журнал имеет возможность не каждый учитель, не каждый воспитатель детского сада в силу материальных трудностей, а получить доступ бесплатный к электронному изданию – это очень хорошее подспорье. С учетом востребованности ресурсов школы цифрового века и большого количества положительных отзывов, правительство Кировской области приняло решение о продлении проекта на 2012-2013 учебный год. Кирилл Сесолятин, Валерий Никулин, Вести, Кировская область.